Мои дорогие, привет, привет. Да, все мысли только обиде. Только поела. Думаю уже о другом приеме пищи. Да блин. Вот время полодинства нет, чтобы лечь спать, да. Чтобы завтра как огурец проснуться. Нет, чтобы котлеты жарить. У меня фарш разморожен, надо пожарить котлетки. Надо пожарить. Ну он как разворожен? Там уже даже кровь на тарелке. Нужно котлет налепить. Не залчим? Капает, капает. Так, фарш у меня готовый, я хочу так считать. Ну мама же мне не может дать не готовый. Она же знает, что я ни на хуй не способна. Поэтому, скорее всего, он уже и перченый, и соленый. Скорее всего. Так, 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 так. Там у меня ведерко из подмороженного. В мусорке. Так. Включила, знаете что, прямой эфир про Гогена и про Катю. Как его, жена-то Катя Терешкович. Ну-ка. Ну. Говедина и свинина. О, какой хороший. Ну-ка. Прекрасный фарш, прекрасный. Сейчас я налеплю котлет. Сейчас я сейчас налеплю котлеточек, пожарю. И дело-то оно будет, и дело-то вперед будет. Так хорошо на душе становится, когда дома есть еда. Когда после работы идешь и точно знаешь, что у тебя дома сварен суп. Например. Хоть я и не люблю это, готовить. Ну а куда деваться? Куда деваться? Так. Нужно убавить маленечко звук. Так. Ну-ка. Нормальный. Мне кажется, соленый. Кто пробует фарш, когда ест? Ой, когда готовит. Мне кажется, все пробуют. Ничего страшного, что он сырой. Ничего страшного. Так. Нужно иметь крепкий желудок. Нужно. Да, 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 да. Так. Представляете, я видео загрузила только что в Инстаграм. Мне прислали его мои друзья из Голораса, где я жила. Где я в последний раз останавливалась. Мне прислал парнишка тот видео, который резал барана на видео. Камиль прислал. Потрясающая волна, море, мой любимый пляж Клеопатра. Я не могу. Я такая говорю, нужно что-то решать. Он говорит, приезжай, приезжай сюда жить. Ну, они-то же как наивняк-то говорят. Представляешь, он мне говорит, я тебе помогу устроиться на работу. Я тебе помогу устроиться на работу. Я не хочу работать. Я что, в Турцию поеду работать, что ли? Нет. Если я буду жить в Турции, я буду. Я буду просто наслаждаться. Первый год точно. А потом, как бог даст. Потом, если заскучаю, пойду на работу. О, какое вкусное вино. Мало взяла. Взяла одну бутылку. А слушайте, знать-то оно вообще последнее было. А-а-а! Тахир, ты что, приехала? Я загрузила статус в WhatsApp. И я загрузила статус... И в Instagram загрузила видео. И Тахир подумал, что я прилетела. Мамочки. Мамочки, мамочки, что творится? Мужики. Вообще, вообще, вас сдохнет. Ты прилетела? Да, точно, прилетела. Кстати. Было бы здорово, если бы я прилетела. Давайте-ка выпьем за это. За прекрасную Турцию. И за меня счастливой. В этой прекрасной Турции. Блин, ну это невероятно просто. Это невероятно. Я сейчас покажу. Я сейчас покажу то, что он мне шлет. Мамочки. Вот парнишка, который работал в отеле, где я жила. Сейчас, подождите. Я не могу. Как можно вот на это смотреть спокойно? Как можно? Он, знаешь, с козырей пошел. Вы посмотрите, что он мне шлет. Вот специально для меня. Вы посмотрите, что он мне шлет. У меня сердце кровью обливается, когда вот я это смотрю, когда вот на этот пустой пляж, и меня на этом пляже нет. Вы посмотрите, что он мне шлет. Вы посмотрите. Ааа, я не могу. Это огонь просто. Господи, я как представлю себя. Ну это вообще. Я это маленькое и коротенькое видео в срочном порядке загрузила. В этот, как его зовут, в инстаграм. Просто в срочном порядке. Вот дорога. Вот и дорога к моему пляжу, куда я ходила. Вот, среди этого места я ходила сотню раз. Я вообще не могу. Это именно дорога ведет к пляжу номер 6. Там где я тусила, господи. Как там классно. Боже, как там классно. И он мне еще вот это вот на ночь, глядя, прислал. Я еще спать не буду. Да, реально я не буду спать. Я хочу в Турцию. У меня все мысли в Турцию. Но я хочу в Турцию как? Я не хочу в Турцию на неделю. Мне в Турции недели мало. Я хочу в Турцию минимум на две недели. Чтобы вообще почувствовать, я не понимаю Турцию за 3-4 дня. Для меня это просто вот... Я хочу жить, я хочу гулять по этим улицам. Я хочу ходить по магазинам, пользоваться общественным транспортом. Обыкновенными теми вещами ходить на море прогулки. Кушать у моря, пить кофе на улице. Я хочу жить жизнью турков, жизнью местного населения. Масло налила. Я не хочу сидеть в отеле. Я не хочу сидеть где-то. Я хочу гулять, гулять, гулять. Я хочу разбираться, как доехать общественным транспортом до того места. Я вот это вот все хочу. Короче, все. У меня опять началось. У меня опять начался бзик. Это говорится... Как это говорится-то? Жопой на стуле, жопой на работе, мечтами на море. Да уж. Так. Нет, наверное, нужно маленько поперчить. Сейчас я. Сейчас поперчим. Сейчас поперчим, поперчим. И сформируем котлетки. Так. Так. Хе-хе-хе. Так. Как тесто, да? Где вино? Вот меня можно вдохновить на готовку только распитие спиртных напитков. Только это. Больше ничего. Хе-хе-хе-хе. Больше ничего. Мандаринку хочу. Кто бы очистил, а кто бы очистил, в рот положил. Вы посмотрите, вот эта рука чистая. Этой рукой просто придерживаю чистую тарелку. Видите, сколько закупила мандарин. Целые этот, так сказать, целые самки. Лилия начала распускаться. Обалденно просто. Домой сегодня зашла. Утром варила кофе. Утром варила кофе. И зашла домой. И в надежде, что будет аромат кофе. Потому что так уже было. Я два дня сварила кофе. И аромат был. Нет. Запах цветов. Все перебил. Вот именно запах цветов. Запах лилии. Я зашла домой и просягла. Пахнет такое ощущение, что как будто какой-то влажностью. Я не могу понять. Думаю, так, подожди. Дома даже белье не сушится. Думаю, так, что это может быть? Захожу с мыслью, что у меня будет дома аромат кофе. Нет. Нет, 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 нет. То кофе, который Мишка дарил, которое Старбакс. Сейчас покажу. Вот это вот. Вот это вот кофе. Все, видите? Аромат другого мужика, подарившего лилии, перебил запах кофе. Вот так вот всегда. Один пришел, второй ушел. Вот. Запах цветов. Запах подаренных цветов. Нового мужчины перебил запах кофе. Вот так вот. Так, так, так. Ставим свовороду на огонь. Сейчас будем лепить котлеты. Сейчас мы скрутим котлетки. Кругленькие лучше или продолговатенькие? Ну, такие, да? Надо, чтобы прожарились. Так, надо руки намочить. Хотелось бы, чтобы хотя бы форма-то одна была. Вот у меня у мамы рука настолько наметанная, что она, представляете, просто с закрытыми глазами может навес котлеты. Вот, допустим, если котлете положено быть 70 грамм, она возьмет ее и навес налепит именно 70. Именно 70 грамм. Мама у меня руками вообще чувствует. Я же, блядь, что чувствую? У меня ручки под хуй заточенные. Так, уже три скрутила. Вот именно формировать форму котлет-то нужно, это, мокрыми руками. Сейчас, да? Так, меня радует еще то, что мне больше к зубному врачу в этом году не надо. В следующем году пойду, мне нужно сделать одну коронку, там, зуб на верхней. И там кто-то мне еще написал в комментариях, сколько я не занималась зубами. Два года не занималась. Два года. Так я посещала стоматолога постоянно. Ну, постоянно надо что-то переделывать, блядь. Зубы, это постоянно такое дело, это постоянно нужно что-то делать. Постоянно. Вообще нужно поехать в Китай и сделать зубы там. Вот все в Китай ездят. Все там зубы делают. Ну, или в Израиле. Но я пока еще столько денег не стопила. У меня первое очередное. Мне нужно купить квартиру в Турции. Катлетки, пододвигайтесь. Пододвигайтесь. А что, нет, до двух скалатках, что ли, лепить котлеты? Фу, сука, еще и стреляешь. А-а-а, ты еще и стреляешь. Сейчас мне нужно еще слепить одну. Подожди. И закрыть. Блин, фарш нас не насыпала. А вот это что, кому? Вот это кому? Еще на одну сковородку пойдем, да? На этой противной сковородке, которую я уже пять раз хочу выбросить. Сейчас я еще тут котлет накручу. Неужели мне выбрасывать этот фарш? Фу, зажгла, масло не налила. Ну, в этом вся я. Это не жди. А давайте сполоснуть. Так. Сейчас я наливаю масло. Сейчас еще котлет накручу. А гарнира у меня не будет. На гарнир будет имбирь. Ха, я как шеф-повар на двух этих. Так, нужно сделать потише, агон. Ага. Ой, да что, хороши. Так, почистить. Да что, хороши. Надо переворачивать, да что, хороши. Блядь, у Христовенька ни одной вилки нет чистой. На ночь поставлю в посудомойку ни одной вилки. Вообще их отродясь было шесть. Потом одна у меня вилка упала туда. О. Сейчас у меня их оказалось пять. Ну-ка. Ой, посмотрите, какие милые. Давай не разваливайся. Посмотрите, какие вкусные котлетки будут. Так. Так. Ты видал? Видал, сосуд? О, блядь. А эту я зачем поставила? Эту я еще не накрутила. Блядь. Что, я сорокоручка, что ли? Так. Так. Давайте тут жарьтесь. Так. Крышка здесь? Сейчас я еще накручу котлет. Так. Ну, давай. Нужно как-нибудь так быстренько сделать. Кому нравится шум воды? Шум воды, которая бежит из-под крана, мне не нравится. Мне нравится шум волн, шум журчащего этого, ручейка. Вот это мне нравится. Естественного течения воды. Из крана нет, не нравится. Еще я как подумаю, что за эту воду я плачу по счетчику. Так это вообще. А еще как подумаю, что это нужно, знаешь, что, наши ресурсы, наши планеты, что нужно бережно относиться. Вот это вообще пиздейшн просто. Так. Итого у меня еще будет четыре котлеты. Помимо вот этого, еще четыре. У меня только вот крышки натуго натуру сковородку нет. Ай, руки-то мокрые. И еще стреляют больше. И что получилось у меня? Блядь, еще и стреляют. Где-то тряпка желтая. Ну, тряпку я замачивала сегодня, она чистая. Знаете, как чем пахнет? Пахнет чем-то вкусным таким. Уже пахнет вкусным. Полотенце стираю ведь каждый день. Толку никакого. Но не каждый день я их достаю и бросаю в стирку. Видала? Не разваливаются котлетки. И не надо мне никакой хлеб. Буду есть мясо в чистом виде. Сейчас я сделаю соус. Сметанный. Пик. Пик. Ну-ка. Посмотрим. Ой, как себя чувствует котлеточки. Вот видите? Посмотрите, какая я рукодельница. Ну, вот херовая, что ли, я девка. Попробую. Вот это вот шутка, что ли, накрутить таких котлет. Так. Видите, какие кругленькие. Видала, какие заебаные? Так. Эти, что там? Так. Эти, еще не прожаренные. Сейчас я сделаю соус. Сейчас я. Подожди. Сейчас я. Так, надо выпить вина. Ах. Так, Светама. Ах, блин. Ах. Теперь сметана. Ах, где мне ее размешать-то, я даже не знаю. Извини, что ли. Мне даже размешать не в чем сметану. Ну, ладно, здесь. Сейчас. Наша каменская сметана. Олимпийская ферма. Так. Сейчас я достану новую сковородку. Как обычно, блядь. Приготовлю пять котлет и ремараю всю посуду, какая есть в доме. Это все как обычно. Так. Если они сейчас получатся, то я котлет возьму завтра на работу. Нам с маринкой поесть. Фу. Так, что тут? О, видал? Эти уже почти готовые. Так, два. Разве. Видали, какие ровненькие? Какие милые котлетки. Видал? Ха-ха-ха-ха-ха. Вот. Так. Надо, чтобы они были одинаково, одинакового прожара. Вот эти такие румяные, да? На открытом огне. Эти, посмотри, какие, как парные. Вот эти более здоровые. Более здоровые. Сейчас я это с водой смешаю. К черту, котлеты надо выпить. Нет, если я еще буду на кредитную голову привыкать готовить, у меня это вдруг еще войдет в привычку. Никогда. Никогда. Я что, ради, на, блядь? Котлеты жарить, что ли? Нет, нихуя. Я рождена для любви. Так, надо же как размешалось. До однородной массы, посмотри-ка. Сейчас. Я котлеты перегружу в новую сковородку. Посмотри, прям от однородной массы, прям вот вообще. Пищу. Надо убрать их с огня. Еще, блядь, сгорят. Так, ничего надо сделать, надо ситочка взять. Сейчас я все наложу производство. Так, мне что нужно сделать? Назар бунжук. Маме еще не отдала. У меня мама, кстати, с Наилем говорила по телефону. Ну как говорила? Когда я была у мамы в бане, мне позвонил Наиль, и мама такая говорит, Ну-ка, покажи мне его. Ну, они так поздоровались друг с другом. Типа, поприветствовали друг друга, и все. Так. Это у меня что? Это у меня была приправа 12 овощей трав. Тык. Тык, тык, тык. Травы? Травы сицилии, да? Чокчуны травы сицилии. Для жарки мяса. Вот, для жарки мяса я еще приправу сделаю. В эту же. Сейчас я все сделаю. У нас похолодание грядет. Посмотрите, да? Прекрасно. Прекрасно. Так. Здесь уже котлеты готовы. Сейчас я их переставляю. Там я выключаю. Здесь мне нужно дожарить. Вот эти вот. Маленечко дожарить. Такие вот котлеты. Сейчас я эту жидкость... Я не знаю, зачем я мраю столько посудой. Зачем я занимаюсь этой хуйнивой. Вот прям как будто бы дурная голова ногам покоя ей дает, да? Я не знаю, я сюда все перекладываю. Мне так не нравится. Видно, что я делаю? Сейчас, подождите, я котлеты вот так вот... Сейчас гружу. Это я помою. Эти котлеты. Ну вот эти вот еще не прожаренные. Они сырехонькие. Где эта гребаная крышка? Горячая все. Давай, жарься. Сейчас они под крышечкой быстро дойдут. Так, под крышечкой быстро дойдут. А сюда вылью. Так, что значит вылью? Что значит вылью? Я собралась все через сито делать. Вот. Вот эти вот ошметки мне не нужны. Ни в коем случае. Мне не надо. Вот, под крышкой-то мигом доходит. Прям вот вообще. Так, еще одну минутку. Девино. Ой, за нас. Включила коген и Катя это. Катя Терешкович. Давай еще сгори, блин. Так, подождите, сковородка-то ведь говно. Все. Вот. Видал эти котлетки? Видал? Видал сосун? Сейчас я буду тушить их в сметанном соусе. Так, жир мне не надо выливать. Вы знаете, что я мечтаю в сковородку эту плиту помыть? Вот этот незачем жир, в котором жарились котлеты, он мне вообще абсолютно не нужен. Так, точнее. Сейчас я. Всегда, когда жаришь, с плиты надо убирать чайнику, его и так не знатка. Так, вот на эту плиту ставлю. Почему на эту-то? У меня же вот комфорта есть. Так, вот сюда. Так, одно. Что-то газ уже запахло. Вина. А, вина. Нужно помыть крышку. О, блин! А-а-а, горячая все! Еще и воду горячую включила. Блядь, еще и крышка, она просто кипяток. Но... Хм... determонный момент. Так, вот тут. Так. Продолжение следует... Видал? Видал, как замечательно... Так, огонь. Полный огонек. Все. Вот это очень хорошо. Сметана, да? Так, из этого пакета все равно неудобно. Сейчас я ее выдавлю. Остатки. Вот сюда. Ну, что-то не влазит, что ли, в этот стакан? Хорошо. Кисло-молочный продукт. Так, это надо убрать в холодильник. Посудомойку загружу на ночь. Плиту вот осталось вымыть. Это, как говорится, да? Пять котлет сделаешь, замараешь всю кухню. Гарниры я не люблю. Мне не нужны никакие гарниры. Гарниры это свежий огурец, это имбирь, помидор. Ой, как пахнет вкусно! Обалденно! Ну, так, подожди. Деда, тряпка делаем. Ну? Видал? Так, сейчас делаем патюшу огонь. Все заебись. Видал? Видал, какие прекрасные котлеты получились? Блядь. Видал, сосунь? Надо пойти и взять эту, как сказать, штуку, которую ворочат котлеты. Ну, вот, например, вот такую вот салатовую лопаточку. Ой, какие они даже не прискребыши. Они, вот, посмотрите, они как крутятся хорошо. Такие, как здоровенькие. Полу, это, полувареные, полужареные. Такой натуральный вкус. Еще и в сметанке. Видал? Давай, крутись! Ну, уж какая разница, уж плиту все равно мыть. Даже если она это... На готовность-то кто проверит? Рано еще на готовность. Дальше, что-то намочила. Вот. Так, ну-ка. Угу, прозрачный сок, но красный еще. Здесь вот. Так, прозрачный сок, но еще слегка... Посмотрите, какие сочные. Но сок еще есть. Так, отлично. Значит, сейчас нужно засечь время. Время 5 минут 12. 5 минут 12. Само то. Так, еще минут 10, наверное. Минут 10, и надо будет доставать. Перекладывать опять в другую сковородку. Не в сковородку, в контейнер выложу. Чтобы запаха дома еды не было, сразу же уберу все. Так. И, как обычно, нужно почистить раковину этой же губкой. Этой же губкой и кран, и кран. Я так делаю всегда. А сейчас эту намыленную посуду нужно туда поставить и смыть. Ну и что, поглядите. В итоге у меня вот что получилось. Вот сейчас надо вот все смыть. Надо вот все нужно распределить. Вы посмотрите, и котлеты не до конца готовы. И вот это вот надо все мыть. И мне даже вот, между прочим, видеосъемку не остановить. Потому что я вся блогер. Потому что вот так вот. Меня реально узнают люди, представляете, в городе, на работе, на улице. Со мной люди здороваются. Знаете, как с родным человеком. С человеком, который вхож к ним в дом. Это, знаете, так круто. Сегодня у нас зашла, вчера девочка приходила к нам на работу посылки получать. Она говорит, я вас смотрю в инстаграме, ой, так, а я вас смотрю на ютубе. И уже сегодня утром захожу, а она ногти наращивает. Она говорит, приходите ко мне на ногти. Сказала, где она принимает, на Мичурино принимает. На Мичурино в доме, как он, типа дом-контор или там рядом с мусорами. Я туда, короче, хожу, картридж заправляю для работы. Вот завтра нужно, наверное, идти картридж, потому что уже... У нас два картриджа сменных на работе. Один... Один уже закончился, а второй вот-вот закончится, я так думаю. На выходные нельзя оставлять девок без запасного картриджа, потому что им не выйти. Нужно идти заправлять. Это по-любому нужно идти. Завтра, наверное, пойду. Так вот, и зайду к своей подружке. Ой. Все намылено и все стоит. Так по посуду мыть, кстати, одно удовольствие. Посуда мыть, в принципе, она бы нахер не нужна была. Ну, раз не подарили ее, ну, не просто же она так будет стоять. Потом еще плиту останется, думаете. Не получится. На-на-на-на. На-на-на. 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 Фу, блядь, 7 потов сошло. Я была намытая, начищенная. И опять пойду в душ. Вываю плиту и пойду сполоснусь. Уйду в душ и оставлю. На всю катушку открою огно. Так, что там у меня с катушками? Я уже забыла про них. Блядь, жарила, жарила. Раз бы и сожгла бы все в пухе прах. Ну вот они гораздо себя уже, гораздо себя лучше чувствуют. Так. Видал? Видал, видал, видал. Блядь, не крутится нихуя. Что такое? Еще, ага, нож упал. Нож вывалился чистый. Из этой, из тарелки вот помыла. Тут нож положила. Сейчас Лешенька из бани приедет чистенький. Хи-хи-хи. Звал меня в баню и пошла. В пизду я хотела эту баню. Чуть живехонько. Я говорю, я в ванной помоюсь. Писал мне до этого. У тебя есть что пожрать? Я говорю, ну я сейчас буду, я тебе сейчас буду жарить котлеты. Я потом приеду, пожеру ловлю, я не знаю, говорю, я спать лягу. А, нет, ничего не написал. Есть два непрочитных сообщения из ватсапа. Тахир и Камиль. Оба, кстати, из Алании. Кстати, оба из Алании. Один мой друг из Гларас отель. А второй, который работает в скайбаре, Тахир. Фу, блядь, семь потов сошел с этой готовкой. Ну вот реально. Так, сейчас это же еще. А, блядь. Частенькая. Так, это для утреннего кофе. Уже просквозила. Ночью минус 16 у нас, представляете? Добавляя. Субтитры сделал DimaTorzok Домашняя работа Перейди на Федота С Федота на Якова С Якова на Всякова Только не на меня Рождена для любви Да, я живу с этой мыслью Да, пока еще жизнь не подарила мне вот это вот все Но я четко знаю, что я рождена для любви Так Ну что там с котлетами у меня Так, кстати, 10 минут прошло Чего раковина, честно, какая разница Можно положить туда Видал, какие котлетки получились Видал Видал, какие миленькие Ну Так, нужно попробовать Ну, блять Видал, какие Все уже Все Сочные И прозрачные Видал Так, все Я, если честно, нажралась Я же мукбанк снимала Я нажралась Даже пробовать не хочу Но я вижу, что они готовы Все, я их выключаю Выключаю Сейчас вода Сейчас плита остынет И я это сделаю Так, это все сюда Плита быстрее так остынет Так, стыть, чтобы я помыла ее И легла спать Все Ой, мадерки Какая молодец, а Какая молодец Дай-ка я пойду съем мандаринку Дай-ка я съем мандариночку Раз я такая молодец Себя нужно Себя нужно поощрять Тем более у меня в мандаринах Целые это Целые санки Посмотри, какие упругенькие Там у меня елочка горит Прямой эфир Красота Красота, красота, красота Кожура, что-то плохо снимается Наверное, полупелый, что ли Представляете, да, елочка Вот прям вот Новый год Чувствуется, чувствуется Очень-очень Моя прекрасная лилия Какой аромат У меня аромат и лилии, и мандарин И кофе, и котлет И вообще просто Сладко-кислая прямо Прямо крутая Стол собрала Ну как тут кушала-то, когда Окно открыто Свежий воздух есть А нет Горячая еще плита Сейчас остынь Мыть буду Котлеты переложу в другую сковородку И спать лягу С чувством выполненного долга Время 15.12 Мои дорогие, доброй ночи Люблю Очень-очень Мои дорогие